Файловая система Linux довольно-таки интересная вещь, но не знав ее тонкостей, можно упасть в лужу. Здравствуйте, я Антон Павленко, а сегодня я вам расскажу о файловой системе Linux. Присаживайтесь поудобнее, Linux это просто. Сегодня в выпуске я вам расскажу, как пишутся файлы на диск и нужна ли дефрагментация в Linux. А также вы узнаете маленький секрет, который скрывает от нас файловая система Linux. Внимание, для практики понадобится терминал, но вы не пугайтесь, это просто, вы его еще полюбите. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Для начала давайте условимся, в Linux все что связано с файловой системой это файлы. И обычные файлы, и папки, и порты, и даже устройства. Все они отличаются содержимым, но файлами они быть не перестают. Так чему это я? Все файлы в Linux, точнее сказать в Unix подобных операционных системах, состоят из двух частей. Первая часть это метаданные, которые содержат файловый дискриптор. По простому, это число, в котором зашифрована служебная информация о создании файла, его модификации, а также где он расположен на диске. Вторая часть это непосредственно блок с данными. Для того, чтобы эти две части файла не смешивались, в файловой системе сделали блок для метаданных, где хранятся и ноды, и блок, где хранятся данные и файла. Простой пример, вы привозите товар на склад. У кладовщика в коморке лежит тетрадка. Он достает ее, присваивает товару номер, записывает нужную информацию и отправляет его на склад. Теперь по этому номеру вы можете найти нужный товар. А вы хотите узнать номер айнода вашего файла? Добро пожаловать в терминал. Найдите его в меню программ или запустите сочетанием клавиш Ctrl-Shift-D. Для просмотра информации о файле или файлах есть команда ls. Без параметров она выводит список файлов в текущей директории. У меня вот такой, а у вас? Напишите в комментарии. Чтобы узнать номер айнода у файла, в команде ls надо добавить ключ "-i", и путь к файлу. У моего файла вот такой вот красивый номер. А чтобы получить более расширенную информацию о файле, введите команду stat и имя файла. Здесь вы можете лицезреть много полезной информации. Очень иногда интересно знать, когда был модифицирован, создан или изменен файл. Такое хранение удобно, но тетрадка у кладовщика с ограниченным числом строк, которая закладывается при создании файловой системы. По умолчанию под айноды выделяют 1% от дискового пространства. Обычно этого хватает, но представьте, нерадивый начальник прислал на склад камаз конфет россыпью. Кладовщик звонит начальнику и говорит, место кончилось. А начальник негодует, как же так? Раньше 5 камазов вмещалось, а сейчас половина еле вошла. Что не так? Склад еле забит. А кладовщик, по моим данным, нету места. И баста. А умный начальник знает, что надо проверить количество айнодов. Закончилась ли тетрадка? А чтобы быть умным начальником над своей операционной системой, давайте перенесемся в терминал. Давайте покажу, как проверить, сколько осталось места на складе и в тетрадке тоже. Для получения информации о ремонтированных файловых системах есть команда DR. По умолчанию она показывает информацию о дисковом пространстве в килоблоках. Но нам-то надо в килограммах и метрах. Для более человеческого вывода используется параметр "-h". И он выводит в самой человеческой системе счисления. Мой диск почти занят. В первом столбце указана файловая система. Помните, я говорил, что у нас устройство это файлы. Тут расположение файловой системы указано в первом столбце. Дальше размер. Сколько уже израсходовано? Сколько еще доступно? Дальше информация, сколько занято в процентов. И наконец-то точка монтирования. О ней я расскажу в следующих видео. Давайте посмотрим, что у нас с айнодами. А их израсходовано всего 1%. Значит у нас большие файлы. А если было бы создано миллиард маленьких файлов, мы бы не смогли ничего записать. Хотя и места было бы предостаточно. Итак, зачем помнить об айнодах и как проверить, не закончились ли они, мы разобрали. Да и на вопрос, который я задавал в телеграм-канале и на своей странице в инстаграме, мы ответили. А кто не подписался, подписывайтесь. Ссылка будет в описании. А теперь давайте поговорим, как записываются файлы на диск и нужна ли нам дефрагментация. Как известно, все файлы на диск записываются блоками. В файловой системе FAT все файлы записывались друг за другом как можно ближе к началу диска. Если размер файла увеличивался, приходилось его фрагментировать и записывать в другое место. Разработчики NTFS поступили поумнее, они оставляли немного места возле файлов. И если он увеличивался, можно было писать туда. Иногда такой метод работает, но все равно приходится проводить дефрагментацию диска. Разработчики Linux решили эту проблему простым и изящным способом. В файловой системе EXT 2 и выше файлы раскидываются равномерно по всему диску. При увеличении размера файла часто сосед ему не мешает, и фрагментация в большинстве случаев не происходит. А если это происходит, в файловой системе Linux есть добрые гномы, которые стараются переносить скучающие по своей семье фрагменты файлов, чтобы семья соединилась. Так что если твоя жена или мама ругает тебя за разбросанные равномерно по дому носки, скажи, что ты не хочешь, чтобы мир наш работал медленно. В большинстве своем гномы не справляются, когда занято 95% диска. Но в этой ситуации лучше задуматься о покупке нового диска. Я вот тоже задумался о покупке нового диска. Если хотите помочь, ссылка будет в описании. Хватит о грустном. Давайте проверим фрагментацию раздела. Доверяй, но проверяй. Переносимся в терминал. Для начала нам надо выбрать раздел. Воспользуемся знакомой командой DF. Я выберу самый забитый. Оценим степень фрагментации раздела в вот такой вот конструкции. Команда Суда помогает нам получить привилегии суперпользователей. Как видим, по мнению системы, дефрагментация не нужна. А давайте запустим дефрагментацию и проверим. Для этого введем ту же команду, только изменим ключ на минус В. Как видите, он перенес некоторое количество блоков. Фрагментацию освоили. А теперь небольшой секрет о файловой системе Linux. Но только никому. Представляете, она прячет от нас 5% от дискового пространства. Кто знал об этом секрете? Напишите в комментарии. На разделе с файловой системой ETX4 в пользование выделено меньше места, чем на самом деле. Около 2% выделено на служебные нужды. В том числе и на те, которые мы обсуждали ранее. По умолчанию, еще где-то 5% выделено на нужды суперпользователя и демонов. Место закончится, но система будет продолжать работать. И вы сможете подключиться под рутом и удалить ненужные файлы. Но полезно это только для корневого раздела. И на нем я не советовал бы менять положение дел. А вот для пользовательских разделов нужды в резерве нет. А если диск большой, эти 5% превращаются в большие объемы. Поэтому надо знать, как исправить положение дел. Терминал, я выбираю тебя! Для изменения положения дел нам понадобится утилита Tune2FS. Например, если ввести ключик "-L", и файловая система, мы увидим много полезной информации, в том числе и сколько блоков зарезервировано. А для наглядности уберу лишнее. Греб – это команда поиска. А чтобы изменить положение дел, есть ключик "-M", дальше величина в процентах. Я на всякий случай ставлю один. И по традиции файловая система. Итак, изменилось. Видите, как хорошо. Видите, как наш секрет увеличил место на диске? Думаю, за такую информацию и лайк поставить не стыдно. До встречи в следующих видео. Они уже появились. И подписаться на канал и социальные сети не забывайте. Это очень важно.